Сегодня мы проведем маленькую пресс-конференцию с большой историей, которая называется 4-летним олимпийским циклом. У всех есть информация, материалы, все ознакомились, все знают те успехи и заслуги региона, которые сегодня отрежены в наших участниках, которые поехали на Олимпийские игры. На той неделе в пятницу была коллегия Министерства спорта, в которой принимали участие все министры региональные, все президенты федерации, кто отобрался и чьи участники поедут и поехали на Олимпийские игры. Наша губерния была шестой в списке. Мы уступили Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодару и Татарстану по количеству участников. Максимальное количество участников от Москвы, там порядка 60 человек. Дальше идет перечень пониже. Татарстану мы уступили две позиции всего по участникам. Если бы не грибцы, я думаю, что, наверное, мы бы заняли гораздо место, по крайней мере, на одну позицию выше. Наверное, самые сложные игры, которые были за всю постсоветскую историю с учетом всех допинговых скандалов, того, что происходило. И до сегодняшнего дня только кассу и не срешение. Вы прекрасно знаете, что нас, наших ребят и девчонок не допустили. Считаем, что цикл Олимпийский был достаточно напряженный. Было много проблем. В первую очередь, это, конечно, сокращение бюджетных ассигнований на подготовку спортсменов. Как в федеральной программе, так и в региональной. Очень непросто было последние, особенно полтора года, с учетом сжатия бюджета регионального практически два с половиной раза. Но мы справились с этой задачей. Я скажу больше, что сейчас очень много задают вопросов, а что дальше. За эту четырехлетнюю историю практически очень много сделано с точки зрения материальной базы. И та инфраструктура, которая сегодня практически в год, по пять, по семь, по десять объектов, строится, сдается и вводится. Это тот результат той работы, о которой я говорил еще, когда приходил министром спорта. Основная задача наша была, это все-таки сократить то отставание, которое было по сравнению с другими субъектами, с другими регионами. Но мы имеем то, что имеем. И при всем раскладе я считаю, что это неплохо. Ближайшие две недели будет сдан еще один спортивный комплекс на орбите. Это тройка, которая включает в себя лед, игровой зал и бассейн. Сергей Анатольевич, вопрос к вам. В этом году стал действием Центр подготовки спортсменов. Для чего он был создан и в чем заключается смысл его деятельности? Спасибо за вопрос. Центр спортивной подготовки, спортивный сборный команд Самарской области создан для того, чтобы спортсмены, ведущие спортсмены Самарской области получали обеспечение как материальное, так и улучшенное, повышенное уровень обеспечения своей подготовки именно здесь у нас. Спортивная подготовка будет осуществляться в других учреждениях, подвенцах министерств спорта Самарской области. Здесь будут сконцентрированы спортсмены, ведущие спортсмены Самарской области, которые будут получать повышенную заработную плату. Также мы берем на себя обеспечение командирования на мероприятия спортивные. Я добавлю, если ребенок приходил в отделение, начальное отделение спортивного какого-то элемента, он записывался в секцию, неважно плавание, легкая атлетика, фехтование. И, по сути дела, регион вкладывал в этого ребенка средства. Это, в первую очередь, материальная база, обеспечение, соревновательный период тренера, которые получали зарплату. И мы доводили своего спортсмена до определенного уровня. Это кандидат мастера спорта, мастер спорта. И у нас возникала проблема в том, что практически уже готового спортсмена у нас очень часто воровали другие субъекты, если говорить вещи своим языком. То есть просто переманивали. Проблема состояла в том, что у нас не было механизма материального стимулирования людей, которые уже достигли определенного уровня. И сейчас, создав этот региональный центр, мы такую возможность даем тем уже ребятам, которые достигают этого уровня, ставив их на определенные ставки здесь, в региональном центре. Более того, эти средства будут наполняться, как правило, не из областного бюджета, а эти средства будут в большей степени зарабатываться самим центром. Вся инфраструктура, которая сейчас будет передана и передается этому центру, она заточена все-таки на какую-то экономическую составляющую. И те свободные временные рамки именно этих объектов, они будут позволять зарабатывать дополнительные деньги, которые мы будем именно вкладывать в этот фонд заработной платы начинающих ребят и девчонок. Вот эта модель, она очень живая, коммуникабельная, и позволит нам все-таки сократить отток тех ребят и девчонок, которые мы воспитали. То есть, по сути, этот процесс стимулирования может достигать очень приличных сумм. Раньше такого никогда не было. И это основное слабое звено было у нас в регионе, почему у нас люди уезжали. Потому что, достигнув определенного уровня, мы не могли дальше обеспечить материальную поддержку этим ребятам. Вопрос Николая Федоровича. Николай Федорович, как шла подготовка Тагира к этим Олимпийским играм? И можем ли мы ждать от него второго золота в его карьере? Все зависит от того, как он подойдет, когда подготовится к схватке, и как проведет тактическую борьбу. Сейчас все в его руках. Лично вы чего ждете? Ну, я не пророк. Я жду, вот, сетка, когда выкинусь, это посмотрим. Потому что две трети спортсмена, которые попали из 36-ти, они все в это крутятся. И Европа, и мир, все в разных турнирах. Поэтому они встречались много раз. И победы, и поражения есть. Поэтому сейчас все зависит от того, что... И когда в Англии он боролся, там немножко мне проще было прогнозировать. Больше было внимания уделено. И это было в Европе. А сейчас это в Южной Америке. Он там боролся два раза, был вторым и третьим. Первым там, к сожалению, не был. Ну, и все зависит от того, как адаптация пройдет. Вот они 8-го числа из Португалии вылетают, а он борется 11-го числа. И будем ждать результат. Насколько я понимаю, гляжу на наших велосипедистов, ведущих, то и очень трудно ждать, что в ближайшие годы появится парень, который, ну, не просто попадет на Олимпиаду, а поехать туда, как претендент на медали. У нас в стране вот единственный пацан вырос, Закарин, и того убрали. Ну, а перспективы как перспективы. Когда команда выступает, и треть, почти треть состава под вопросом, а точнее, это наверняка не будет выступать. У нас забрали, я просто сижу дома на даче и считаю, какую медаль сегодня забирают, включая телевизор. Я насчитал порядка 9-12 медалей, которые точно не будет. Начиная с Иссенбаева. Это же понятно, что это все идет, это продолжение к санкции только спортивных. То, что с нами делает Америка и Европейский Союз. Но это надо переждать. А у ребят, ну, правильно, одна вещь. Плюнуть на все, дождаться, не брать в голову, как мы говорили, все время. Дождаться и выступить из-за того парня, из-за ту девчонку. Понятно, что если человек прыгает, например, там, 2,50, то 2,70 он никак не прыгнет. Это нереально. Я, к примеру, просто беру прыжки в высоту, чтобы понять не было. Но сделать то, что он умеет делать и что он делал, даже иногда во второстепенных соревнованиях, он, каждый спортсмен, знает, вот, его высшая точка была, и жаль, что это был, например, там, чемпионат России, а не мира. Вот надо как-то собраться, отбросить все эти мысли про то, что там решают, что там допинг, что там кого-то не допустят. Готовиться и найти эту высшую точку в нужный момент. Просто должны сделать то, на что способны, к чему их научили тренеры. То есть, чтобы потом просто сам перед собой, когда вернется, не было ему самому стыдно, что он чего-то не доделал. И постараться избежать тактических ошибок. Конечно, вот про Хайбулаева я скажу, мне проще. Тренер осторожничает. Чего мы ждем? Я буду просто рад, как будто это мой ребенок выиграл Олимпийские игры второй раз. У нас уже один есть, двухкратный. А хорошо бы еще когда-нибудь и трехкратный. Удача им, в общем. Тут все зависит от каждого, от его психологического состояния. А этим состоянием ребята способны рулить. Вот это будет настоящая проверка документов. Несмотря ни на что. Многие вещи, которые сегодня почему-то люди открывают глаза и говорят, а, это было, оно связано с не сегодняшним и не вчерашним днем. Я просто приведу пример. Мне, как параллельно президенту Федерации легкой атлетики, с января месяца я подписал контракт, ну, Федерация подписала контракт с компанией IDTM, которая тестировала те 228 спортсменов, которые были отобраны в пули, я в Федерации международной. И эти все 228 спортсменов должны были пройти вне соревновательной три пробы взять, и по соревнованиям там не обсуждалось. В результате было взято порядка трех тысяч проб у легкоатлетов за этот период времени. И одна только проба до Иконникова была положительная за весь этот период. То есть, для меня, с одной стороны, это приятно, то, что ситуация поменялась кардинально. С другой стороны, я понимаю, что это было. Это было системно, это было планомерно. Если сейчас на уровне сборной кто-то понимает, и первые лица, и вторые, и главные тренера, то в регионах, к сожалению, остается еще эта проблема серьезной. И чем дальше от Москвы, тем эта проблема глобальнее. Просто приведу опять же пример. В мемориал братьев Знаменских приезжает допинг-офицер. Девушка бежит десятку там на старте. Ей перед стартом сказали, что ее будут тестировать. Она из Саратова. Она пробежала четыре круга и сбежала прямо со стадиона. То есть, они за ней гнались, они не могли ее догнать. Понимаете? То есть, я вам говорю, что культуру менять в одночасье невозможно. И это существует. Пока не будет жестких санкций и наказания за это, оно так и будет продолжаться. И это, поймите, это, к сожалению, передается из поколения в поколение, тренерами передавалось. Но в данной ситуации, я надеюсь, что введение уголовной ответственности за допинг, введение жестких санкций, которые сейчас будут предусмотрены, изменение всей контрактной системы с тренерами и введение уголовной именно ответственности и включение следующим этапом в контрактные вещи тренеров, я думаю, они изменят эту ситуацию. Мое мнение, что в первую очередь радует то, что мы, я еще раз говорю, повторюсь, обросли немножко инфраструктурой. Следующий этап, это, опять же, я говорил, это поиск хороших специалистов и кадров. Создаются условия. Вот вы находитесь в этом зале. Этот зал сдан буквально год назад. Даже он в декабре месяце, то есть еще года даже нет, он введен. Вот, ну, где-то примерно полгода мы его до ума доводили с точки зрения наполнения, материальной базой, какими-то вещами, которые необходимы для создания хорошего учебно-тренировочного процесса. Я 100% уверен, что рано или поздно с этого зала выйдет какая-нибудь звездочка. Понимаете? И достигнет уровня того же центра подготовки нашего регионального. Тех, той же сборной России, тех же Олимпийских игр. Понимаете? Если есть точка роста, а это точка роста, она рано или поздно даст результат. Если этого нет, вот, поверьте, сейчас вы пришли бы, мы проводили бы пресс-конференцию на пустыре бы. О чем мы говорили с вами? А то, что касается легкой атлетики, пока не будет инфраструктуры, пока не будет манежа и стадионов, нам говорить не о чем. Зависит от всех. От мэров городов, которые должны выделить земельный участок. От строителей, которые должны вовремя запроектировать проект. От подрядчиков, которые должны качественно его построить. От губернатора, который должен выделить денег. От министерства спорта, которое должно дать качественный, дешевый и разумный проект. Понимаете? Очень много людей, которые зависят в этом процессе. И потом тогда только, я вам пример привожу, отсюда кто-то все равно вырастет. Будь то это фехтовальщик, будь то это гимнастика, будь то это игровик, будь то это бомбинтонист. А если этого нет, этого никогда не будет. Я скажу, что я был на заслушивании федерации дзюдо на одной из коллегий. И Тагира не было на той коллегии в самом начале, это был по-моему февраль месяц, в списке кандидатов в сборных на Олимпийские игры. Его не было тогда. Но прошло время, и Тагир отыграл свои позиции назад, и попал в сборную, и поехал. Просто об этом мало кто знает. Поэтому в данной ситуации многие вещи, люди могут готовиться всю жизнь и не попасть по одной простой причине. Для этого должно сложиться очень много составляющих. И вот пример, там как минимум 9 медалей. Я думаю, что там не 9, только в лёгкой атлетике у нас 6-7. Это минимум, который мог быть, который, к сожалению, не будет получен. Поймите, мы очень хотим, многие вещи хотим сразу. Ребёнок приходит, ребёнок должен, а, попасть к своему тренеру, б, тренер должен его раскрыть, ц, должны создать субъект или регион, или школа, условия, чтобы этот ребёнок вырос. Потом ребёнок должен удачно выступить на соревнованиях. То есть, понимаете, это процесс очень тонкий, тончайший процесс. То есть, интеграции человека в олимпийского чемпиона. Это ручная работа. Вот этот год, 16-й, да, мы посвятили тому, что мы создаём всю нормативную базу правовую для того, чтобы всё-таки в следующем году по-настоящему взять на себя функции Центра спортивной подготовки. А на второй части вашего вопроса я бы отметил всё-таки Наталью Перминову. Очень интересный случай. Так случилось, что два года назад её тренер умер. Она, в общем-то, рождена в Екатеринбурге. И до недавнего времени, до ноября прошлого года, она всё-таки представляла регион, это Екатеринбург. Брошенный спортсмен был совершенно. Её родной регион совершенно и не помогал. И так получилось, что она изъявила желание тренироваться под руководством Ремилы Борисовны Карачковой. Это сотрудник нашей школы, нашего центра. Она обратилась ко мне с просьбой помочь спортсмену. Для неё этап отбора в национальную сборную очень непросто складывался. В очень острой борьбе она завевала свою право на участие в Олимпийских играх. Свою конкурентку она обошла буквально на несколько рейтинговых очков. Для примера скажу, что весной этого года человек настолько не привык к какому-то вниманию со стороны региона и тех структур, которые за неё отвечали у себя дома, что мы оплатили несколько турниров достаточно дорогих. Это была Индия, это была Бразилия. И очередной рейтинговый турнир, который необходимо было посетить, в Таити, обошёлся ей в 200 тысяч рублей. Она взяла кредит потребительский. Можете себе представить, что туда поехать? Я об этом узнал совершенно случайно, но всё-таки нам удалось восстановить ей эти деньги, оплатить этот сбор. Я считаю, что благодаря этому турниру она набрала необходимое количество очков и обошла свою конкурентку. Вот в этом я вижу реальную работу нашей организации для конкретного человека. Я надеюсь, что будет какой-то результат. Ну и возможности у вас больше появляются. То есть манёвренности с точки зрения финансовых операций. Это не под каждую поездку надо получать субсидию, разрешение у министерства. То есть появляется реально финансовая гибкость и возможности для именно индивидуального сопровождения каждого спортсмена.